Это подножка, нет, это не подножка, это как это назвать-то, блин? Это спидометр, а это как тахометр, не тахометр, а просто спидометр. Кроссовый мотоцикл! Ой, блин, ой. Всем привет мотоциклистам и тем, кто мечтает приобрести железного коня, верного друга на каждый день. Сегодня мы поговорим об одном из легендарных мотоциклов японского происхождения, это Ямаха Серов. Как произошло создание этой модели? Японские инженеры собрались обсудить цели и задачи, что должен отвечать мотоцикл, что он должен выполнять и так далее своего рода. Цель была положена на бесстрашного японского козла, это Серов, который бесстрашно по скалам взбирается в них, падает, разбивается, но не останавливает свою точку жизни. Именно так эта модель и появилась в создании в 80-х годах. Это мотоцикл, упертый этому козлу-барану, который гнется, но не отступает, он постоянно готов сражаться, он приедет туда, куда поставлены задачи. Как-никак эта модель состояла на вооружении японской армии. Чем он славится? Тем, что он неприхотлив, он прочный, неубиваемый. В интернете можно найти различные рода рассказы, как на нем гоняют, втапливают, жгут сцепление, бросают, он срывается с гор, со скал. И с ним, по сути, ничего не происходит, потому что он выполнен достаточно конструктивно с точки зрения инженерии, как по прочности, залога его долголетия, ресурса. И также по конструкции, тем, что в нем практически все сделано компактно, ничего лишнего нет. В его сердце 223 кубика, 4-х танкный двигатель, 2 клапана имеет. И что самое интересное, достаточно простую, ныне сложную, это коробку передать, 6-ступенчатую, это не 5, понимаете? Если обратить внимание, то постоянно в нем можно заметить, что ко всей конструкции прикладывалась рука инженера, проектирующего. О, достаточно обратить внимание на его, в его роде это высокий клиренс. Ну, разве это не интересно? Потому что вы практически можете ездить по всем скалистым местностям, и у него уже идет защита картера, и в принципе, вам не нужно ее пробивать, если какая-то будет вот такая скала, она напорится. Как она, каким образом напорится? Здесь уже все поднято, все в защите установлено, это удобно. Самое, что интересно, у него идет своего рода же также и низкая посадка. Это, ну, просто обеспечивает невероятную комфортность. Если взять кроссовый мотоцикл, ой, блядь, ой, если достаточно его сравнить, высоту седла с кроссовым мотоциклом, то ориентировочно по баку это будет где-то чуть-чуть отступить. Высота седла на кроссовом, примерно 450 кубом, будет примерно такая. И представляете вы, как можно скакать по горам на такой высоте? Да, это удобно, но где-то же нужно будет остановиться, где-то за что-то упереться, и тогда человеку где-то с небольшим ростом, ну как, пускай будет средний, 170, нормальный рост, придется постоянно ногу задирать вниз. Это же не совсем будет удобно, потому что пятно контакта ваше будет уже уменьшаться, вы как на носочках будете просто висеть. Здесь удобно, какая-то идет гарнистая местность, скалистая, достаточно будет сесть где-то по центру, вы как раз массу уже будете регулировать, куда лучше подать. Никуда на нем не скатитесь, и самое что уверенное, хорошее, вы будете всегда чувствовать почву под ногами, то есть вы не как на двухметровом велосипеде ездите. Размер колес, он имеет заднее 18 дюймов и переведение 21 дюйм. Что это значит? Это о том, что практически вам будет возможно преодолевать какие-то различного рода препятствия, допустим, проезд через бревна, через какие-то канавы, броды, ручьи. Также по городу, если есть какие-то искусственные неровные поверхности, они преодолеваются как стоячим просто, как будто вы идете. Также, если обратить внимание на состояние подвески или о ее преимуществах, то можно заметить, что она достаточно элементарно мягенькая, отрабатывает все по полной программе. Также на задний амортизатор установлен у него уже баллон для регулирования мягкости и жесткости. Допустим, вы в снаряжении можете подкрутить, пожалуйста, и он у вас уже будет достаточно тверденький, жестенький. Также можно его уже расслабить, катаясь по какой-нибудь местным каким-нибудь тропинкам, тропам. Что касаемо передачи, чем оно мне нравится, то, что у него идут они просто пониженные. На первой передаче его максимальную скорость, которую можно разогнать, это 20 км в час, да, где-то так. Но чем она хороша? Это то, что когда вы взбираетесь вот в такую гору, вам не нужно переживать, что он у вас просто не справится из расчета того, что как-никак 223 кубика здесь, а не 450. И он у вас может, понимаете, на низах просто ехать, карабкаться, врезаться в этот грудь, в этот поиск и забираться по вертикали практически. И что самое интересное, как-никак мы говорим о Серову, и что это обозначает, то, что у него центр массы тяжести смещен конструктивно вперед. То есть двигатель, часть его смещена вперед, и тем самым его центр тяжести, забираясь на гору, прижимается к этой горе, а не в дыбы его переворачивать. Первая передача включили, поехали. Тихим сапом, ну, заберетесь, это 99%. Также, если посмотреть на его лапку, то в случае, если какого-то будет падения, у нас здесь ничего, понимаете, не отламывается. У нас подгибается, подогнулось, все безопасно. Также с этой стороны все у нас подгибается, механизм, то есть обратно возвращается, все элементарно, просто. Также идет уже гидравлический тормоз, там на жидкости он, легенькое нажатие, у него установлены дисковые тормоза. Тормозится, сразу говорю, хорошо. Также загорается у нас задний стоп-сигнал. Тут у нас дополнительно, это переходящая модель идет 1997 года, дополнительно установлена еще защита, чтобы вот эту краску просто не стирать и не царапать. Также тут горловина для заливания масла. Здесь устанавливается уже кикстартер. Но самое, самое, что интересное, что самое интересное, то, что в 80-х годах они пришли к такому решению, зачем им кикстартер, если есть достаточно стартер электрический, вы кнопочку нажали завести. В 80-е годы, вдумайтесь, не нужно больше кикстартером тягать его. Но кнопку нажали, завели. О чем это говорит? О прочности, конечно же. То, что он может завестись. Но если, конечно же, вы хотите уезжать куда-то в непредвиденный лес, то, конечно, лучше кикстартер установить. Если говорить о модернизации поколений, то они достаточно бурно развивались. Но что самое интересное, каких-то таких прям нюансов невероятных не было. Почему? Потому что они уже были наперед заложены. Здесь не приходилось что-то еще новое дорабатывать, потому что оно уже сделано на 5 из 5 баллов. Единственное, они заменили тормоза из барабанов, поменяли на дисковые. Увеличили они топливный бар с 8 литров на 10. И также у них дизайн элементов стал, с каждого раза он становился уже как-то красивее, более таким лаконичным, миниатюрным. Что говорить об экспорте? Он выпускался по началу исключительно для внутривания японского рынка. Вы сами понимаете, какой-то залог качества. И также модель начала пользоваться спросом в Японии. И, конечно же, было принято решение это сделать уже в экспорт. Это в Северную Америку, в Европу. Можно увидеть экземпляры, где они по сей день там разъезжают, катаются. Техника преодолевает различные трудности и препятствия, но продолжает работать дальше. Стоит отметить, что японцы это злоятные тюнинговщики, которые любят свою технику дорабатывать, улучшать, как-то ее преобразовывать в лучший вид. И что конкретно было японцами поменено в этом мотоцикле? Они изменили руль, точнее поставили просто сюда его тюнингованный. Также установили сюда громкий выхлоп в банку. Достаточно агрессивно себя ведет. Она уже идет со встроенной пластиной. И причем японцы меня чего-то удивило. Они все равно просверлили в этой пластинной отверстие для лучшего выхлопа, чтобы выходила из трубы. В ней еще внутри шел пламя-гаситель и также понизитель уровня шума. Но без нее звук намного чище и интереснее идет. Также у нас ставочка, она выполнена уже хромовой пастой, не стал натирать, потому что вы сами понимаете, этот эндуро это тот мотоцикл, который состояние грязи для него это просто великолепно. Который мы, как вы видите, находимся в необъятном поле, недалеко от заверанной дороги. И что самое интересное, все, что вы видите в камере объектива, на нем можно легко преодолеть, равносильно тому, что это будет изда похожа на асфальт. Смотря на приборную панель, видно, что его скорость рассчитана якобы на 140 км в час. Но самое интересное, что он идет 90 км в час. И вы, как понимаете, это не по асфальту, а по бездорожью. Вы можете с хорошего покрытия съехать на какой-то участок гравийный, неважно какой, включить эту шестую передачу и что-то мне в нем нравится. Вам не нужно его будет разгазовывать, куда-то гашетку эту ручки выкручать. Наоборот, тихим сапом чуть-чуть ему даете 90, он едет. И причем просит, просит он седьмую передачу на нему. Была бы здесь седьмая передача, можно было ее включить и разогнать его еще дальше. На километрах 100-110. Конкретно этот мотоцикл я разгонял всего лишь пару раз. Не принципиально, так можно сказать, с горочки гашеткой чуть-чуть поддавил ему газку. Это 100-110 км в час. Но не за скоростью надо гнаться. Мотоцикл этот не для этого спроектирован. Да и вообще, можно и на спортбайке, понимаете, ехать 200. Но нужно уметь контролировать, в повороты заходить со скоростью. Понимаете меня, о чем речь я веду? В чем еще конкретно большая достаточно особенность от этого класса мотоцикла, от других, то, что у него воздушное охлаждение. Здесь нет радиатора. О чем некоторые сейчас скажут, да, как же он будет греться и так далее. Ничего подобного. Там, где нужно будет, вы заглушите его. А пока вы едете, он все равно вас так сильно не будет нагреваться. Но если вы там, конечно же, газ в палац не будете, то гашетку выкручивать. И в чем преимущество-то этого? Представьте, не эти поля, а бескрайняя тайга, где попросту не пройти человеку, где встречаются различные ветки. И что это может быть? Просто случайно вы можете задеть, проткнуть этот радиатор. У вас все это вытекет благополучно. И вы останетесь наедине с этим мотоциклом. Ну зачем? Зачем вам нужно, да? Вот такое. Поэтому здесь полностью идет воздушное охлаждение. Трава его просто хлещет по цилиндру. Ветки попадаются. Они отскакивают. Ему просто... Ну он без базара едет дальше. Ему вообще без разницы этому мотоциклу. Задаваясь с вопросом, а сколько стоит это счастье? А почему продают эту надежность? Ведь как-никак можно ездить на нем опытному пилоту, ну и также и начинающему байкеру. Потому что ему будет легко с ним справиться. Это высокая, низкая посадка, высокий клиренс, легкий вес. Это в районе 120 килограммов с маслом, с топливом. И вот подводя уже к этой крыночной стоимости, 8 лет назад эта модель в 90-х годов продавалась от 85 тысяч рублей примерно до 120-30 тысяч рублей. Данный этот мотоцикл был куплен в хорошем состоянии с пробегом 17 тысяч километров по Японии. По, что самое интересное, дорожной резине, не бездорожной, а дорожной, именно дорожная резина. Это настоящие японские колеса установленные. 95 тысяч он стоил. Сейчас, спустя 8 лет, модель стала уже, конечно же, постарее, постарше. Пробег уже японцами уже поднакручен, они проехали больше. И рыночная уже стоимость его варвируется этих же годов по 200 тысяч. Давайте теперь прикоснемся поближе уже к железному коню. Расскажу я вам, какие были сделаны доработки именно в этом мотоцикле. Он уже пришел с таким уставшим успокоительным цепи. Мы его демонтировали и взяли просто обычную трубу пластпассовую для водоснабжения. Ее пропилили повдоль, разогрели часть, которая будет гнуться, разогрели ее и сжали ее. То есть дали ей конкретную пругую форму. И с двумя хомутами ее зажали. То есть цепь у нас вот конкретно вот она по ней бороздится и успокаивает. Потом, как сами понимаете, годы были далекие. Еще конкретно не было в такой популярности по телефону, что можно было найти по спутнику. Где что вы находитесь, куда ехать. Были преимущества навигаторы. И также дорабатывалось это. Устанавливали прихурователь к навигатору. Но потом время шагнуло. От этой идеи отказались. Все это демонтировали. Что еще привлекает в этой модели, что это не хард эндуро, где нет уже ни поворотников, ни фары. Здесь он уже подготовлен практически до городской езды. Чтобы можно было его поставить на учет, передвигаться безопасно. Конечно же здесь есть места крепления для зеркал. Можно включить полностью передний, задний поворотник, правый, левый. Также у него с освещением идет ближний, дальний свет. Полностью установлены стоп-сигналы. При торможении все они загораются. Тут у нас уже дальше идет подсос при холодном запуске. На приборной панели видно, что есть индикатор поворотников. Потом по центру у нас идут. Это нейтраль. Очень удобно помогает. Не нужно искать ее. Загорелось у нас уже уверенно знает, что это нейтралка. И дальний свет. Также у нас при приороне панели можно еще суточный пробег отсматривать на нем, контролировать. И из горловины конкретно здесь, где ключ в личинку вставляет ключ зажигания, выходит излишней пары топлива. В случае, если у вас он агрессивно себя ведет. Это, конечно же, расширяется. Здесь у него на управлении ближний и дальний свет. Сигнал также достаточно звонкий. Кнопка старт, пуск мотоцикла. И у него еще идет экстренное торможение двигателя. Допустим, вы взбираетесь на какую-то высокую горку. Вы не справляетесь с ней, неважно по каким причинам. И, возможно, может у вас мотоцикл этот вылететь, еще что-то. Вы можете просто на нее нажать, экстренно затормозили. Вам не нужно будет лезть, углушить, если он, допустим, куда-то вылетает. На кнопку нажали, все, сами спрыгнули. Также у него такой необычный конструкция бака сделана. При обронении мотоцикла у вас топливо не будет вытекать. Там специальная роловина, что когда вы наклоняете, оно каким-то образом там цепляется и не дает вам вылиться из нее, удерживает. Но это при определенном уровне топлива. Также говоря о расходе топлива. Заявлено у него 1 литр и 850 миллилитров на 100 километров. Это с условием того, что скорость будет постоянно 60 километров в часть. Конкретно у меня на нем расход это от 2 до 6 литров. В зависимости от условий езды. То есть можно со скоростью 20 километров в час постоянно эту ручку выкручивать. А можно же, конечно, со скоростью 90 километров в час чуть-чуть ручку выкручивать. Понимаете, да? Ну, средний расход у него идет такой постоянный. Это где-то 3-4 литра он потребляет на сотню. В таком нормальных таких эксплуатационных условиях. Конкретно, если дальше рассматривать, у нас установлена уже емкость для гидравлического переднего тормоза. По левую сторону сцепление достаточно легкое. Тут же у нас фара, как прожектор светит. Пластик. Удивительно на самом деле. Сейчас, если рассматривать автомобили новые производящие, там какой-то там легкий удар по бамперу получает, да, этот автомобильный бампер. Он раскалывается. Здесь наоборот, смотрите, вот он, пожалуйста. Он у вас полностью весь играет. Мягенький. То есть о чем это говорить? Мотик, допустим, завалился, он его бах, поджал, и он держит обратную форму. Дисковый тормоз уже идет в защите. Можно не бояться по лесу ездить. Попадет какая-то веточка, отлетит. Также у нас, если обратить внимание, диски, что спереди, что сзади, вентилируемые. Полностью у вас охлаждаются, тормоз гидравлический соправляется с своей сдачей, тормозится на ура. Передняя покрышка у нас установлена в обратном направлении. Это сделано для чего? Специально для того, что при торможении у нас центр массы тяжести смещается же все вперед, и усиление идет навсегда на переднюю ось. И для того, чтобы хоть как-то увеличить пятно контакта, оно уже специально завода разворачивается в обратном направлении. О чем я уже говорил речь, вот он тот самый баллон с регулируем по жесткости, по мягкости, щелчки, плюс на нем слышно. И что самое интересное, вот согласитесь, они могли эту трубу просто опустить вот так. Но что самое интересное, она у нас быстро, моментально нагревается и также моментально быстро охлаждается. Тем самым они увеличили вот эту область для охлаждения. Все до мелочей рассчитано. Крыло, если посмотреть сразу, не продлено вниз, чтобы закрывать эти потоки воздуха, наоборот, чтобы оно обдувалось. Двигатель у нас полностью весь уже в таких ребриках, охлаждается самостоятельно воздушным охлаждением. Также у нас потоки воздуха аэродинамические вылетают, обволакивают мотоцикл. Но здесь уже идет защита специально, чтобы не обжечь ногу, руку там случайно, в случае при падении и так далее. Потом уже в более новых моделях, это когда 250 кубов ставили, начали устанавливать. И что там можно уже там и 18-го года купить свежего мотоцикла. Они еще здесь защиту ставили. Кстати, она очень хорошая, помогает. Я ездил достаточно по такой разбитой дороге и на внедорожной резине агрессивной. И все равно, ехав случайно на колею, там с мотоцикла слетел. И ногу, конечно, обжог был неприятный. Также у нас подножки установлены для задних пассажиров. Можно перевозить с напарников. Они беспреспрессивно могут ноги поставить. Ну, правда, сидеть они будут примерно вот в этой части. В принципе, тянет он на ура. Я вешу, мой вес это примерно 80 килограммов. Плюс может сесть пассажир и достаточного ему будет легко справляться с своей задачей, куда-то ехать. Хоть элементарно в город. Ну, конкретно, если она будет какая-то невероятно крутая, лучше пилоту уже, пассажиру будет уже слезть и подняться пешком. Также он уже оборудован ручками. Это беспрепятственно. Можно куда-то за них взять, оттащить этот мотоцикл. Багазик на нем предусмотрен. И спереди есть тоже ручка, за которую можно взяться, вытянуть мотоцикл или поднять его. Мы поговорили о железном коне, который готов вместе с пилотом бросать вызов бездорожью. С вами был Никита Зароценко. Смотрите мои другие видео, ставьте лайк, поддержите, подпиской и удачи на дорогах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok